И вновь мы в студии MagicScope.internet.tv на канале MarketPerm24. Я ведущая Портова Елена. Следующая тема – это «Эко-такси». И я в студию пригласила Екатерину Порсеву, координатор данного движения. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Елена. Вот прочитала совершенно интересную у вас тема. Это сортировка мусора, но она, конечно, не новая. Я помню, еще в Советском Союзе я была ребенком. У нас стояли именно на площадках лестничных различные контейнеры для разного мусора. Мы тогда, конечно, детьми не понимали, для чего это. Но когда мне мама сказала, что в этот контейнер, там было просто ведро, нужно складывать очистки. И это будут увозить на свиноферму. Мы тогда понимали, для чего это нужно. Сейчас как данная тема мусора, как она у вас развивается или что вы с ней делаете? Вообще эта тема актуальна во все времена и во всех городах, во всех странах. То есть она была как-то забыта, да? Она, может быть, была забыта немного. И сейчас со временем растет потребление. Все больше и больше мы покупаем товаров и все больше и больше мы выбрасываем. С каждым разом, с каждым днем просто видишь, сколько внесешь в мусор. Особенно в таких развитых странах, как Америка, в европейских странах, проблема мусора очень актуальна стоит. И если в России очень большие территории, где можно увеличить площадь свалки, Просто взять и вывалить, да? То в Европе над этим задумались намного раньше, потому что у них территории маленькие. И вопрос сортировки мусора сейчас все больше и больше набирает популярности, Потому что это очень актуально сейчас. Во-первых, это вопрос ресурсов, что мы, перерабатывая текущие материалы, Допустим, тот же пластик или бумагу, то мы уже не добываем эти ресурсы, Мы не вырубаем деревья, а используется то, что есть. То есть мы можем их использовать себе же, опять же, во благо, да? Да, да. Во-вторых, это вопрос свалок. То есть, опять же, уменьшение свалок, если мы все будем отправлять на переработку, То, если, например, очистки те же снова бросать в компост, в компостную яму, да? Или куда-то на огород относить, ну, у кого свои дома, тем это достаточно актуально, Они, многие так это уже делают, то площадь свалок будет уменьшаться. За счет того, что... Еще, Екатерина, как это происходит? Вот я прочитала у вас, это один раз выезжает огромная машина, Вот, просто называется «Экотакси», да? Но это та же самая мусорно-сборочная машина. Нет? Другая? Нет. Вообще, этот проект, он родился именно от потребности людей сдавать то, что они насортировали. Вот появилось десяток людей, которые хотят, ну, и начали это дома делать. И изначально это вообще была легковая машина, сейчас мы на «Газели» ездим. То есть это «Газель», мы подъезжаем к каждому дому, выходит человек, который вот нас составил заявку, он выносит свои пакетики, мешочки, у кого-то большой объем, у кого-то поменьше, и мы складываем это в «Газель». То есть непосредственно уже в «Газели», я или другой координатор, мы сортируем это. Там пластик в один угол, грубо говоря, макулатуру в другой, стекло сразу по пакетам. То есть, смотрите, получается, Катерина, вот подъезд, да, собрались, допустим, да, пластик собрали вот в один там, скажем, мешок, да, картон другой, одежда я даже посмотрела, да, может быть. Но, кстати, вот, допустим, дом, где я живу, да, там есть рядышком как раз тоже отдельный такой контейнер, где можно сбрасывать вот именно пластиковые бутылки. Вот, но у вас это уже отдельная история, получается, да? Ну, смотрите, мы берем все, что принимают в городе. Это пластик, PET именно и двойка, то есть единица и двойка, на которых указаны только эти значки. Вообще пластика очень много, но, к сожалению, в Перми… Никогда не обращала внимания. Это прямо на бутылке само написано, да? Да, вот так вот если перевернуть бутылку, то на каждой бутылке и на каждом контейнере, на любом пластиковом предмете, ну, практически на любом, указана маркировка в таком треугольничке. Если указана единица или двойка, то это перерабатывается в Перми. Все, что указано 3, 4, 5, 6, тем более 7, это вообще неизвестные виды пластиковых, скажем, смесь, они не перерабатываются. В Москве, да, в Москве там, конечно, большие объемы там все перерабатывают. У нас нет. И поэтому мы принимаем, естественно, только то, что перерабатывают в Перми и то, что у нас принимают. Далее это картон, бумага любая, это стекло, стеклянные бутылки и банки, и любые там баночки маленькие из-под детского питания или из-под кофе, любые банки, любого, ну, трех цветов прозрачный, коричневый и зеленый. Ничего, ты наш редактор. Ирина, жду-жду вопроса. Первый вопрос должен быть, а это для вас хобби или уже бизнес? То есть это выгодно бизнес? Это не бизнес, однозначно. То есть, знаете, там доходы. А почему? Надо сделать, чтобы стал бизнесом? Ну, вот смотрите, есть те предприятия, именно перерабатывающие, которые, для которых это бизнес. Мы это две девочки, которые, активисты такие, да, которым это не безразлично. И на данный момент это просто инициатива, которую мы поддерживаем, как бы. Ну, у вас, я почитала, все равно же это оплатная услуга, да? Это 200 рублей стоит, но эти деньги все мы оплачиваем водителю за бензин. А вы от какой профессии пришли, Катя? Я, у меня два образования, высших, это программист и управление проектами. То есть вы вечером мусор вывозите, а днем работаете? Нет, я, ну, на данный момент я в декрете, я не работаю. И эта вся деятельность пошла именно в декрете. И, как бы, на данный момент, ну, да, это такое хобби для меня. Человек просто неравнодушен. Нет, но экология для меня, это, по сути, целая религия современная. То есть вы когда заразились ей? Ну, я вот вспоминаю, когда свое детство, там, юность, то в разные периоды я занималась экологией, в разные периоды, там, в школе, в экологическом отряде была, ну, там, какие-то делала проекты. Мусор убирали или что? Ну, что-то вот такое, там были летние лагеря разные, профильные, вот, то есть я летом ходила в такие. Но именно серьезно так заболела вот в декрете, то есть когда родился ребенок, я, в принципе, знала про сортировку, знала, что в Перми это как-то там набирает популярность. Но однажды мне позвонила подруга и говорит, а я начала сортировать мусор. И я думаю, блин, а я-то что, сижу? И я тоже надо, да, и я начала вот с того момента сортировать, с того дня, и как-то вот погружаясь в тему. Все это организовывать, да? Нет, это не я организовала экотакси, были уже другие люди, я просто стала им сдавать. То есть вы вошли в эту, получается, организацию, да? Ну, да, со временем просто координаторы менялись, так как действительно этот проект не приносит прибыли. Это, ну, максимум можно покрыть телефонные расходы там на, ну, вот, то, что мы обзваниваем ребят. И, ну, действительно, то есть то, что мы сдаем в торс-сырье, это вообще копейки. Ну, и это как бы на данный момент это никакой не бизнес. Но... А как вот вообще, вот, Екатерина, вот вы, ну, я не знаю, все равно что-то планируете, да? Как вот дальше, по-вашему, должен быть этот бизнес? Надо, чтобы это ваша миссия, это миссию вы осознали, переросла в дело жизни. Обязательно. Вот, я согласна, ну, вы знаете, для меня не совсем это бизнес. Я считаю, что каждый должен заниматься тем, что он может делать. Вот я могу организовать эко-такси, допустим, да? Я делала онлайн-марафон, где рассказывала онлайн людям там со всей России, как вот это последовательно сортировать и дома наладить это, то есть дома или в офисе, чтобы это было не стресс. Такой человек, такой модератор, да, вот, который дает там советы, как это все сделать, да? Да, да, то есть мы проводим иногда эко-уроки или какие-то мастер-классы. Мы можем рассказать, как вот этот процесс наладить дома или в офисе. Чтобы он тоже не превращался, да? Если вот я представила, под каждый мусор это отдельную тару мне сделать, да, это у меня займет, ну, лоджи точно. Да, это много стереотипов есть, вот мы рассказываем конкретно у каждого человека и у каждой квартиры может быть своя особенность, и, возможно, в вашей семье это будет там два контейнера всего, да, или, потому что в одних семьях много стекла, в других много алюминия, в третьих много пластика, и у каждого просто свои, получается, ну, свое копится вторсырье, и им, возможно, именно, да, даже экотокси не нужно, у них может быть контейнер стоит действительно во дворе, и они будут просто туда выносить, вот, поэтому для нас важно действительно, чтобы люди больше сортировали, на этапе покупки уже задумывались о том, что они покупают, то есть они берут, например, Слушайте, Екатерина, честно, вы для меня сейчас такую открыли, я никогда не задумывалась, честно скажу, да, то есть покупаешь, я всегда смотрю на свежесть продукта, да, ну, качество тоже очень сомнительно, хотя я что-то стараюсь там как-то на это обратить внимание, а вот на упаковку, на самом деле, я никогда не задумывала, что надо еще подумать, как на упаковку. Лена, а вы слышали, что полиэтиленовые пакеты уже запрещутили в нескольких странах мира? Да, это я слышала. Я слышала даже про Индию, вроде Индия, так как казалось бы, бедная страна, а они понимают, насколько это страшно, потому что они 500 лет, да, там разлагаются эти пакеты полиэтиленовые? 300 лет. Ну, все говорят разные цифры, в любом случае, это очень много, то есть 100 лет или 5000 лет. Ну, и у нас, честно скажу, у нас магазины очень любят, то есть каждый продукт в отдельный пакетик, я говорю, не надо мне этих пакетиков, сложите мне все в один и все, но на самом деле это проблема большого города. Как ваш сын в Финляндии не рассказывал вам, в Германии там бумажные пакеты, а сумочки дают фирменные от магазина, они матерчатые. Они матерчатые, ну, частого использования, и если ты забыл, тебе дают этот матерчатый пакет, ты в него складываешь, и ты привозишь его снова, если тебе не нужен. Или если приходишь в этот же магазин, ты пользуешься, у нас, кстати, его продают этот пакет. Но у нас вообще, вот чем уникальный наш город, у нас очень много разных активностей появилось в последнее время, вот вокруг этой темы экологической. Например, проект сумки бумеранги появился. Да, кстати, да, я знаю. Когда девочки, которые шьют сумки, распространяют это в магазинах, вы можете взять сумку, потом вернуть. У нас, ну, то есть вот проблема вот этой сортировки мусора, она начинается именно в магазине, когда вы выбираете. И если обратить внимание, ну, вот просто провести эксперимент, что я выбрасываю в течение недели, например. То посмотреть там, что это, бумага, картон, или пластик, или стекло. Ну, еще вот эти же упаковочные, которые, знаете, это тоже как полиэтилен, такой, да, тоненький, шуршащий, где запакованы, вот, скажем, такие вот пирожки, там, вот какая-то сдоба. Да, но я не знаю еще. Ничего не перерабатывается. Не перерабатывается. Будет идти еще на свалке. Ну, вот здесь действительно такая вещь, что вы заходите в магазин, и вы, например, хотите купить какой-нибудь там кетчуп или майонез. И вы смотрите, есть вот он в дайпаках, а есть в стеклянных банках. Что лучше купить? В стеклянной банке, потому что пластик вас не переработает, никто не возьмет в нашем городе. Если вы, например, хотите купить макароны, сейчас есть тоже макароны в картонных упаковках, а есть в пластике. Ну, понятно, что все хотят сэкономить, и можно посмотреть акции в магазинах, когда эти макароны в картонной упаковке будут, например, по акции, и купить уже их там, ну, оптом. Ну, вот, к сожалению, сорт тот, который я покупаю, вот он в картонах не продается. Ну, здесь действительно сила привычки, она у людей очень велика. Сильная очень. Да, и нужно постепенно. Я за то, чтобы все было постепенно. Вот научились, например, там, ну, сначала, допустим, просто сортировать, потом следующий шаг, вы посмотрели, ага, что я теперь могу покупать в другой упаковке или на развес. То есть вот я действительно, я хожу в магазины во всем вокруг своего дома, в этом покупаю яйца и хожу со своей картонной этой упаковкой. В другом могу купить мясо на развесе, со своим контейнером вы ходите, да? В третьем, овощи на развес в свои пакетики, то есть можно сшить мешочки, можно ходить со своими контейнерами. Это уже следующий этап, когда вы вообще стараетесь не производить мусор. Там, например, начали сортировать, допустим, одни виды, добавили органику. В летнее время, если у вас есть дача, вы, допустим, можете сортировать все кожурки, очистки там. И вывозить на огород, и тогда это будет возвращение земле. Слушайте, вот, Екатерина, на самом деле, огромное вам спасибо, такую интересную тему рассказали, да, что дали возможность мне задуматься, что мне покупать в магазине, и вообще, какой мусор, куда это сортировать. Потому что, на самом деле, когда идешь к мусорным, да, этим ящикам, бакам, не всегда понимаешь, ну, то есть, ну, выбросил и все, честно говоря, и забыл об этом, да? Так многие. Вот, и на самом деле такая острая проблема стоит у больших городов. Я вот просто признательна, что вы дали нам такой прямо мастер-класс, Екатерина, сегодня. И я напоминаю, что у нас в гостях была Екатерина Порсева, координатор проекта «Эко-такси». Мы прощаемся с вами, прерываемся, вернее, на несколько минут. Следующие будем гостя нашего ждать на нашем эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!